Стоим на той самой парковке. Новая щебенка, довольно много места. Правда, для избранных. Наталья свое авто здесь поставить не может. Три недели назад несколько мужчин пинали по ее машине, призывая тем самым владелицу убрать автомобиль. Наталья, выбегая, успела мужчин сфотографировать. Буквально в грубой форме, силой заставили меня убрать свою машину. Я говорю, а у вас какие основания? Почему вы будете здесь стоять? Мы живем в этом доме. Я живу, говорит, в этом доме, здесь моя машина, я буду здесь стоять. Мужчин не смутил тот факт, что Наталья тоже живет в этом доме и является старшей одного из подъездов. Не волнует их, судя по всему, и мнение других жителей. Это же не просто теперь захваченная земля. Это как бы, как сказать так, акт невежества по отношению к своим соседям. А вот вы где, Данил, ставите свою машину? Есть где? Ну вот где придется. Как нам сказали, пожалуйста, тут же не закрыто. Но опять же, все же опасаются того, что я поставлю, а утром встану. А у меня колеса проколаны. Потому что люди непредсказуемые, как бы сказать, такие агрессивные. На агрессию Наталья решила пожаловаться участковому. Но пообщаться за три недели с ним так и не получилось. Трубку никто не берет. Ответ от руководителя управляющей компании на действия соседей тоже удалось получить не сразу. Лишь спустя время письменно было подтверждено, что парковка незаконная и подлежит демонтажу. Узнать, кто этим должен заниматься, нам не получилось и сегодня. Двери управляющей компании Натальи и нам не открыли. Не удалось и докричаться. Карина, будьте добры. А управляющая здесь? Пригласите нам ее, пожалуйста. Мы уже знаем, как общаться. Мы уже знаем, как нужно. Все ходы и выходы уже все изучили. Наша героиня утверждает, что управленцы просто закрыли глаза на действия людей, которые оборудовали парковки не для всех. А может и вовсе они с ними заодно. А вот юристы утверждают, что управляющие компании в таких случаях часто не хотят вмешиваться в разборки между собственниками. Ведь подобные споры, как правило, долго тянутся и вставать на чью-то сторону управленцы не хотят. Надо обратиться просто-напросто в суд с иском о демонтаже, то есть возложении обязанностей демонтировать незаконную постройку. То есть получается, управляющая компания здесь, если она не хочет принимать участие, то она и не должна ничем заниматься? Ну, то есть мотивировать ее может получиться дольше, нежели обратиться с самостоятельным иском. То есть те люди, которые недовольны произошедшим, могут сами пойти с исковыми требованиями. И это будет просто быстрее. Кстати, по словам тех же юристов, подобные судебные разбирательства – не редкость для индустриального района Барнаула. Автомобилей здесь становится все больше, а парковочных мест во дворах – все меньше. И чаще всего в результате судебных разбирательств незаконные парковки сносят. Ведь решений собрания жильцов о появлении подобных мест во дворе, как правило, нет. Как и нет разрешения со стороны пожарного надзора. К тому же есть активисты, подобные Наталье. А она намерена отстаивать права оказавшихся вне парковки жильцов. До конца. Подписи с трех подъездов уже собраны. На очереди поход в прокуратуру и жилинспекцию. К слову, после появления парковок во дворе у жильцов появились сомнения в целевом расходовании средств жильцов, которые можно было потратить на ремонт, к примеру, старых подъездов и замену лифтов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.